Восемнадцатый том книги «Открытым оком», вопрос номер 3254. Тема «Община». «Везде, где я бывала в храмах, все, кто хочет, подают записочки с именами всех своих родных и знакомых, живых и мертвых. А почему у вас пишут в записке помянники только своих, хорошо вам знакомых, которых и батюшка знает?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Такой порядок был всегда в церкви, когда были свои и чужие, и церковь не была проходным двором, как сейчас почти абсолютно везде. Но у нас для всех есть третий род записок, в который записывать можно своих знакомых, чтобы они обратились ко Христу, об их обращении». Кавычки открываются. В церковном употреблении диптихами обозначались таблички, содержавшиеся в каждой церкви, на которых записывались те имена, которые возглашались с Амвона во время Евхаристии. Эти таблички содержали имена, приносивших дары, ряда других членов общины правящего епископа и некоторых других архиереев, имена святых, мучеников и исповедников, и, наконец, имена праведно скончавшихся членов данной общины. Диптихи выступали таким образом, как воплощение идеи единства церкви, соединение в церкви живых и усопших, признание признанных святых и всех верующих. Вместе с тем, соединение в диптихах имен святых с именами других верующих, верных, соответствовало идее всеобщей святости церкви, соединяющейся с Христом в результате Евхаристии. Диптихи употреблялись в церкви с древнейших, возможно, с апостольских времен. Во всяком случае, в III веке они были по святительству святого Киприана во всеобщем употреблении. В Восточной церкви диптихи применялись еще в XV веке, в Западной – вплоть до XII века. Исключение из диптихов было, напротив, тяжелейшим наказанием, показывавшим, что исключенное лицо отпало от общения с церковью. Так, например, из церковных диптихов было вычеркнуто имя императора Анастасия, 491 по 518 годы, отвергшего решение Халкидонского собора. Вообще, обвинение в ереси сопровождалось исключением из диптихов. Наличие или отсутствие имени в диптихах могло служить свидетельством православия или неправославия скончавшихся епископов. Из диптихов усопших возникают в ходе церковно-литургического развития поминальные книги, помянники. Кавычки закрыты. Книга Деяний, апостольских, 5 глава, 13 стих. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Чьё имя ныне более всего ласкают, превозносят, им трезвонят, но смерть врывается и тычет острогой, и бальзамируют останки прежней вони. А этот ирод ждал льстецов толпы, кормил за счет ограбленных овечек. Бог долготерпит, требует долги, бьет сопостата и прикрыться нечем. А каждый мыслил имя утвердить, награбленное посвятить потомкам. Бог Егова вынес свой вердикт, уносит мусор временем потоком. На вавилонских башнях строят имя, но кисть незримого пропишет на стене их легкость, и построенное ими дрожать тем пиршеством и в страхе костенеть. Но есть святее всех святое имя, создателя миров, под чьим живем покровом. Превыше всех богов, их ныне нет в помине, то имя сущего, владыки и еговы. Пред этим именем замри, благоговея. И в суе не по мысли, где произнести. Все имена лишь жалкие копейки, в нем глубина сверх всех глубин морских. Но выше всех имен и аллилуй, святое слово Божие, Писание, оно есть семя и желанный плуг, его услышав, мертвые восстанут. И это слово, обоюдоострый меч, святая Библия, всем книгам суперкнига, нам исправляет мысли, слух и речь, преображает все, чего достигли. Перед Евангелием головы склоните, благоговея пред каждой строчкой. Святые заповеди восхвалить в молитве, в ней жизнь, о том провозгласите громче. 1 июля 2006 года. Игнатий Лапкин.